друзья всем привет сегодняшнем видео мы завершаем первый проект жизнь с ножом так сказать за финалем напомню участниками проекта были два ножа от компании мистер плейд внушительный протектор и очень маневренный астрис первое с чего стоит начать хочу сказать спасибо магазину империи ножей за поддержку ссылка на магазин в описании к этому видео ну и второе видео весь этот маленький сериал конечно дает представление о том как все прошло но прожить эту неделю на природе фактически это совсем другая песня ну что ж давайте подытожим самого первого дня астрис взял лидерство по количеству времени использования вся кухня от и до три раза в день плюс мелкие перекусы все снять было просто технически невозможно мелкие работы рез по веревкам построгать подправить что-то астрис везде под рукой были элементы и откровенно вандального использования такие как измельчить тушенку прям в банке бедная рка там ударялась по жестяным стенкам и окромку срезанной крышки ну конечно для ножа это нагрузка что говорить а вспомните например как астрисом отскабливали засохший клей когда оторвался транец на лодке клей превратился в окаменевшую субстанцию вы сами все видели ножу перепала прилично без прикрас я думаю и дисишник мало кто будет так нагружать протектор тоже увидел работу этим ножом строгали рубили батонили причем делали это гораздо интенсивнее чем при съемках обычного выпуска теста или обзора вспомните как этому ножу досталось в последних сериях ему прилично прилетело сколько дров мы им заготовили или вспомните как вадим юрьевич готовил брикеты на бане он рубил их прямо на камне там в одном моменте произошел такой неприятный бряк но все это реальная работа ножа по необходимости отдельно скажу что протектор дико хорош в рубке в этой дисциплине нож оправдал все мои даже самые смелые ожидания нож такой уверен заменит вам легкий топорик или мачете и вот здесь я не уверен что сталь d2 лучший выбор для ножа подобного предназначения возможно было бы интереснее взять что-то более эластичное вязкое менее подвержена сколом даже несмотря на покрытие протектор пошел питингом ржавчиной мне кажется на камеру все хорошо видно много пигмента потемнело надпись я об этом говорил еще в поездке но это данность есть что есть и сейчас мы поговорим о том как ножи сохранили свои рк давайте изучим кромки для начала берем астрис и лист бумаги смотрим рез нож бумагу режет но не очень охотно и вот до этого места режет лучше чем потом то есть основная рабочая часть кромки конечно прилично подсела но серьезных сколов нету разве что самые небольшие микро выкрашивания уверен после заточки проблему идет полностью кстати сказать это может быть кому-то полезно вы помните этот нож сейчас находится в розыгрыше и у него скоро появится новый хозяин поэтому смотрите внимательно равномерное затупление кромка блестит местами повреждено покрытие сам нож люфты отклонения по сборке ничего прекрасная механика кстати вспоминайте нож мы были в озере целиком попадал песочек ничего страшного не произошло но с живой вообще астрис меня удивил вернулись из поездки выложил черный астрис вот этот на полочку а на его место на карман повесил точно такой же синими накладками хожу уже несколько дней привыкаешь к ножу это нормально теперь смотрим протектор то же самое упражнение тут все немного серьезнее работы были потяжелее ну и результат соответственно общее ощущение остроты выше чем у астриса но есть микро сколы есть пара хороших забоин вот в этом месте там у нас дима по гвоздю махнул когда доски разбивали на растопку опять вспомнил брикеты на баню по камню нож звякнул в моменты рубки бумагу нож режет лучше складничка это нужно признать но покрошился он внушительно больше и тут снова можно вернуться к вопросу выбора стали d2 для лагерника для меня спорное решение давайте послушаем ваше мнение на этот счет пишите в комментариях какую сталь посоветуете вы теперь немного мыслей ни секунду не пожалел что взял с собой эти ножи в поход астрис сделал раза в три больше чем я ждал от этого ножа и у меня постепенно начинает вырисовываться круг моих так скажем любимых ножей именно в складной линейке компании мистер плейд первое это нож зиппер на него есть обзор на канале смотрите и астрис сразу выбился в лидеры для меня сейчас это первое место в линейке мне очень понравился этот нож особенно в эти деньги теперь вопрос с протектором конечно не буду скрывать первые дни мы откровенно сказать притягивали любую работу протектору для того чтобы начать им работать для того чтобы понять этот нож но по большей части протектор зарабатывал себе пролежни и лежал на месте но ставки то были абсолютно другими понимаете мы рассчитывали что астрис ляжет на кухоньку будем подходить резать бутербродики делать что-то по мелочам а всю основную работу возьмет на себя крепкий увесистый протектор не тут то было но по мере развития похода нож постепенно начал пригождаться нужен здесь нужен там в общем правильнее всего будет сказать что протектор был очень нужен местами и все же я бы не решился пойти в лес пойти в туристический поход без основного ножа без фикси да либо на место лагерника серьезного ножа нужно обязательно брать топор материала отснята очень много и мне кажется самым верным способом сделать правильный вывод станет просмотр этого приключенческого туристического сериала жизнь с ножом от начала и до конца уверен все прояснится само по себе и самый правильный вывод вы как всегда сделаете сами спасибо за внимание спасибо всем кто прожил эту маленькую туристическую жизнь вместе с нами ребята в группе писали что смотрят серии сидя дома в офисе в городе просто для того чтобы почувствовать атмосферу для того чтобы приобщиться к духу природного активного хорошего отдыха я так понимаю формат народ одобрил со временем постараемся сделать что-то еще а пока присоединяйтесь к нам если видео вам по духу поддержите нас пожалуйста нам это очень важно высказывайте свои мнения в комментариях мы с удовольствием общаемся ну и на сегодня у меня все мистер плейд протектор астрис канал форестер империя ножей всем хорошего дня пока пока и